88-миллиметровые пушки Флаг-18 использовались на всех фронтах с начала и до самого конца войны. На протяжении всей войны они неоднократно доказывали свою эффективность в борьбе с самолетами и бронетехникой противника. Пожалуй, наиболее интересным и поучительным является опыт использования 88-миллиметровых пушек во время боев в пустыне. С самого начала и до конца африканской кампании английская армия всегда имела преимущество над немецкими и итальянскими войсками в количестве и качестве танков. Например, в 1941 году, когда войска Роммеля прибыли в Африку, они имели на вооружении только 37-миллиметровые противотанковые пушки ПАК-35-36 и танки Панцеркампфлаген-2 с 20-миллиметровой пушкой, Панцеркампфлаген-3 и 4 с 75-миллиметровой пушкой с низкой начальной скоростью снаряда. Англичане в то же время имели танки Матильда, Валентайн, Крусейдер, Стюарт, первые два из которых были предназначены для непосредственной поддержки пехоты, имели мощное для своего времени противоснарядное бронирование и для немцев были почти неуязвимы. Поэтому 88-миллиметровые пушки оказались для немецких войск единственным эффективным средством для борьбы с танками противника. Сначала армия Роммеля имела лишь 12 88-миллиметровых пушек, однако они очень существенно повлияли на ход боев. Например, во время операции Battle X первые удары англичане планировали нанести по холмам Халфая и Хафрид, на каждом из которых Роммель установил ловушки, закопав в землю батареей 88-миллиметровых орудий. Результатом их применения стал полный провал наступления на этих участках. Вот что пишет английский историк Лид Долгард. Уже было совсем светло, когда батальон танков Матильда, возглавлявший атаку, начал преодолевать последний участок, отделяющий его от противника. Первое сообщение, поступившее от командира танкового батальона по радиотелефону, «Они разносят мои танки на куски», стало и последним донесением. В танковой ловушке, которую создал Роммель, разместив 4 88-миллиметровые пушки возле перевала, справедливо названного английскими солдатами «Перевалом Адского огня», из 13 танков Матильда уцелел лишь один. На участках фронта, где не было 88-миллиметровых пушек, англичанам удалось прорвать оборону. Позже войска Роммеля начали получать новые 50-миллиметровые противотанковые пушки, а затем и 75-миллиметровые, которые укрепили противотанковую оборону. Но они не смогли полностью заменить зенитки. До самого факта использования зенитных пушек для борьбы с танками, английское командование относилось к этому скептически, и поэтому англичане не могли предугадать следующий шаг Роммеля – использование противотанковых и 88-миллиметровых пушек в наступлении. Перед атакой немцы скрытно выдвигали пушки на передний край, При этом английские танки поражались со расстояний, которые для них были недосягаемы. А видя перед собой немецкие танки, танкисты считали, что подбиты танками. Казалось, что их машины были хуже, и танкисты теряли веру в силу собственного оружия. Хотя это было совсем не так. В 1942 году 88-миллиметровый флаг-18 немцам снова очень пригодились. Дело в том, что в это время английская армия начала получать в больших количествах новые американские танки «Гранд» и «Шерман». Бороться с ними могли только пушки калибра 75 мм, которых у Роммеля было мало. В сражении у Сиди Резега Роммель имел против 400 английских танков «Гранд» лишь 19 немецких танков «Панцеркомпфаген-3» с длинноствольной 50-миллиметровой пушкой и 48 88-миллиметровых пушек. Преимущество новых американских танков было безоговорочным. 26 мая, во время первого появления их в бою, они вызвали панику в рядах немецких войск. И снова только быстро переброшенные противотанковые пушки и три батареи 8-8 остановили наступление. 30 мая 1942 года при атаках окруженного немецкого африканского корпуса батареи 88-миллиметровых пушек вместе с другими противотанковыми пушками отбили атаки двух английских танковых бригад, нанеся им большие потери и сломив их боевой дух. Сэмюэл Митчем в книге «Величайшая победа Роммеля» описывает поражающее воздействие 88-миллиметровых пушек. 88-миллиметровая пушка посылала свой 21-фунтовый снаряд на дистанцию 2 мили с исключительной точностью. Например, в бою под Сиди Амаром в ноябре 1941 года британский танковый полк потерял 48 из 52 танков. Все они были уничтожены 88-миллиметровыми пушками. Ни один из британских танков даже не сумел подойти достаточно близко, чтобы обстрелять немецкие пушки. Историк 9-го Королевского Уланского полка пишет, Прямое попадание 88-миллиметровой пушки напоминало удар огромной кувалды по танку. Снаряд пробивал аккуратное круглое отверстие диаметром около 4 дюймов. В башню врывался вихрь раскаленных до красноосколков. Такое попадание обычно означало смерть. До самого конца войны 88-миллиметровые пушки оставались нашим самым опасным врагом. Генерал Неринг отреагировал немедленно. Он крикнул полковнику Алвину Вельцу, командиру 135-го моторизованного зенитного полка. «Зенитки, вперед!» 16 смертоносных 88-миллиметровых зенитных орудий быстро выдвинули вперед, а полк развернулся в линию около полутора миль, организовав систему перекрестного огня. Британские танкисты, покончив с гренадерами, атаковали последнюю линию обороны как раз в тот момент, когда Вольц завершил ее подготовку. Очень быстро выяснилось, что «Гранты» не выдерживают попадания 88-миллиметровых снарядов, выпущенных с дистанции 1200 ярдов. Вскоре горели уже 24 «Гранта», а уцелевшие поспешили отойти. «Умелое использование и высокая эффективность этих орудий привели к тому, что англичане совсем пали духом». Вот что пишет заместитель начальника штаба танковой армии «Африка» генерал-майор Меллинтин. «В ударах англичан не чувствовалось ни силы, ни напора, и обычно было достаточно нескольких выстрелов из 88-миллиметровых пушек, чтобы остановить их танковую атаку». На протяжении всей африканской кампании батареи 88-миллиметровых пушек, несмотря на свои недостатки, такие как высокий и сложный для маскировки лафет, громоздкость и большой вес пушек, были наиболее эффективным истребителем танков. Даже во время последних боев кампании в Тунисе, когда весь фронт был развален и парализован нехваткой горючего, продовольствия и боеприпасов, отряд немецких войск, вооруженный 88-миллиметровыми пушками, в течение двух дней сдерживал наступление английской 6-й бронетанковой дивизии. Хайнц Вернер Шмидт в книге «С Роммелем в пустыне» упоминает забавный случай, имевший место в ходе операции «Бэтлэкс». «Несколько англичан были захвачены в плен. Я нечаянно подслушал допрос молодого парня, механика-водителя танка. Я считаю», — говорил англичанин, бросив злобный взгляд на стоящее невдалеке 88-миллиметровое орудие, что нечестно использовать зенитки против танков. Сидящий рядом на корточках немецкий артиллерист взмущенно воскликнул. «Конечно, нечестно. А разве честно атаковать танками, чью броню можно пробить только этим орудием?» В 1941 году основа немецкой противотанковой артиллерии составляла 37-миллиметровая противотанковая пушка ПАК-35-36. Лишь в конце 1940 года в войска начали поступать 50-миллиметровые противотанковые пушки ПАК-38. Но на 1 июня 1941 года их было всего 1047 штук. А первые 15 75-миллиметровых противотанковых пушек ПАК-40 вермахт получил только в феврале 1942 года. Поэтому, когда в 1941 году немцы встретились с советскими танками КВ-1, КВ-2 и Т-34, вермахт был в панике. Основная противотанковая и танковая пушка калибр 37-миллиметров могла поражать танки Т-34 на расстоянии всего 300 метров, а танки КВ только со 100 метров. Так, в одном из донесений говорилось, что расчет 37-миллиметровой пушки добился 23 попаданий в один и тот же танк Т-34. И лишь когда снаряд попал в основу башни, танк был выведен из строя. Новые 50-миллиметровые пушки могли поражать танки Т-34 с 1000 метров, а КВ с 500 метров. Но этих пушек было мало. Учитывая приведенные выше данные, можно видеть, что зенитная 88-миллиметровая пушка, особенно в 1941-1942 годах, была для немецких войск чуть ли не единственным эффективным средством борьбы с танками противника. Она могла поражать все типы советских танков на протяжении всей войны. Только танки ИС-2 могли устоять перед ее огнем, но на расстоянии не меньше, чем полторы тысячи метров. 88-миллиметровая пушка использовалась на всех фронтах, как в качестве зенитки, так и противотанковой пушки. Кроме того, с 1941 года она начала поступать к противотанковым частям. Значение этой пушки хорошо видно со слов немецкого танкиста Отто Кариуса, который в своей книге «Тигры в грязи» пишет. Единственный выход оставляла 88-миллиметровая зенитная пушка. С ее помощью можно было эффективно действовать даже против этого нового русского танка. Поэтому мы стали с высочайшим уважением относиться к зенитчикам, которым до этого доставались лишь снисходительные улыбки. А вот слова советского танкиста Иоанна Лазаревича Дегина, лейтенанта танковых войск. Из книги Артема Драбкина «Я дрался на Т-34». При всех своих сильных сторонах танк Т-34 был достаточно уязвим, и в соревновании между снарядом и танком нам часто не везло. 88-миллиметровая немецкая пушка насквозь пробивала лобовую броню Т-34. Применение 88-миллиметровых пушек было повсеместным. При их универсальности они были незаменимыми помощниками войск в бою, а высокая эффективность и умелое использование нивелировали такие недостатки, как высокий силуэт и большой вес. С 1942 года в войска начали поступать 50-миллиметровые и 75-миллиметровые противотанковые пушки. Танки Т-3, Т-4 с длинноствольными пушками, позже танки Тигр с 88-миллиметровой пушкой. И тогда противотанковая оборона уже не стала в такой степени зависеть от 88-миллиметровых зенитных пушек. Но все равно эти пушки всегда доказывали свою эффективность, оставаясь злейшим врагом танков противника до самого конца войны. 88-миллиметровая зенитка была удачной пушкой, которая гармонично сочетала в себе высокую дальность, быстрый темп и точность стрельбы с относительно небольшим весом и простотой. Она не только не уступала своим аналогам, которые имели на вооружении войска противника, но и завоевала себе почти легендарную славу, как эффективная универсальная пушка, одинаково грозная для самолетов и танков противника. Продолжение следует...